МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если фракции против, а из высоких кабинетов грозят пальцем? Принцип домино. Почему обвинения сельского головы во взяточничестве привели к протестам местных жителей? Островок Средневековья. Поставит ли Лондон последнюю точку в легализации абортов в Северной Ирландии? Скандальное заявление Ленчевского о раковых больных может вполне стать для него роковым. Счетная палата, как и обещала, обнародовала сегодня аудиозапись своего заседания. На ней отчетливо слышны ремарки замминистра. И эти несколько фраз напрочь опровергают. Все его неуклюжие оправдания, дескать, не виноват, я ничего крамольного не говорил, и все перекрутили. Аудио есть в свободном доступе в интернете. Давайте вместе послушаем, что же сказал Ленчевский. 25% пациентов, власне, помирает. Тобто, каждый четвертый лекуется за кордоном неэффективно. Друзья, коллеги, это рак. Они все помрут. Они все помрут, без вариантов. И эффективность этой программы есть 0%. Напомню, Счетная палата проверила, как используются деньги, выделенные государством на лечение онкобольных за границей. И выявила, что почти 300 миллионов бюджетных денег ушли не по назначению. Завтра запись заседания Счетной палаты будет рассматривать специальная дисциплинарная комиссия. Об этом говорили на заседании Кабмина. Имя скандального замминистра вспоминали не только члены правительства. Требовать отставки Ленчевского на Грушевского пришли и депутаты, и члены комитета здравоохранения. Но, похоже, еще под одним чиновником сильно зашаталось кресло. Кому светит увольнение, знает Ольга Теребинская. Заблокировать заседание правительства с такими угрозами сегодня в Кабмин пришли депутаты-радикалы. Их требование отставка Александра Ленчевского. С заявлениями о недопустимости слов замминистра Минздрава в адрес онкобольных выступили и члены профильного комитета парламента. Владимир Гройсман, в свою очередь, подчеркнул, что задача власти создать достойные условия для лечения в Украине. Но в то же время призвал участников и гостей заседания подождать, пока дисциплинарная комиссия не прослушает аудиозапись со счетной палаты. Я за то, чтобы покарать человеку, если она действительно это сказала. И я за то, чтобы покарание было жестким. Я бы даже сказал жестким. Но для этого мы должны все пересвитчить, что он именно это сказал. И слава Богу, что есть аудиозапис, который я в понедельник, как вы сказали, для расследования направил в комиссию высшего корпуса. И завтра, на моем вымогу, отбудется это заседание. Но еще я хочу попросить, чтобы это заседание было публичным. Говорили в Кабмине и о вчерашнем пожаре в Чернобыле. Премьер подчеркнул, возгорание травы в зоне отчуждения ликвидируется, а все показатели в норме. Заявление перед министрами сделал и глава госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечоткин. Завдяки комплексному застосованию наземных и авиационных сил ситуацию удалось удержать контрольованную и прекратить распространение огня и уменьшить площадь пожарей с 12 до 3 гектаров. На данный момент продолжаются заходы, что до остаточной ликвидации пожарей наземными и авиационными силами. Открытого горения нет. До гостения пожарей залучено 35 одиниц техники и 150 человек особого склада. Также Владимир Гройсман подписал представление об увольнении министра финансов Александра Данилюка. Об этом премьер сообщил уже после заседания на своей странице в Фейсбуке. Объяснил, Данилюк позволил себе действия, несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности. Напомню, 23 мая глава Минфина на заседании правительства спровоцировал конфликт, безуспешно пытаясь добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на пост заместителя министра. А во второй половине дня прошло заседание бюджетного комитета Рады, на которое Данилюк не явился. Ольга Теребинская, Олег Неведемский, подробности, телеканал Интер. И чудеса оперативности. Профильный комитет поддержал отставку Данилюка, едва постановление зарегистрировали. Когда же судьбу министра финансов будут решать в сессионном зале, пока неизвестно. В то же время в Раде требовали и отставки Линчевского. Специальное обращение к обмину единогласно поддержал парламентский комитет по вопросам соцполитики. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал его руководитель Сергей Каплин. Депутаты призывают правительство немедленно разобраться, соответствует ли чиновник в занимаемой должности. По словам Каплина, пока министерство не может использовать сотни миллионов гривен на лечение за рубежом, тяжелобольных детей спасают волонтеры. Нардеп назвал заявление Линчевского циничными и недопустимыми. Такую позицию разделяют многие нардепы. Сразу несколько фракций вышли соответствующими заявлениями. Все подробности дали в материале. Оценку слов замминистра здравоохранения Линчевского давали и в сессионном зале. Сегодня у нардепов специально отведенное время для выступления им и воспользовались. Комиссия, которая решит, кто из онкохворых поедет за кордон, а кто не поедет, осуществлена самым паном Линчевским. И она не заседает по несколько месяцев. Від четырех до восьми месяцев люди стоят у черзи и ждут на решение комиссии. И некоторые из них помирают в этих чергах. Фракция Блок Петра Порошенка вимагает от уряда не просто провести расследование службово стосовно висловлений пана Линчевского, а и провести расследование его деятельности. Комитет обратится к премьер-министру, к кабинету министров, рассмотреть до ценности соответствующей займаной посадки и законности перебивания Линчевского. Если бы вся справа была в Линчевскому и в его словах, то опозиционный блок на сегодняшний день ставит более жесткое требование негайно освободить Линчевского и внести суды на расследование 56-42 о соответствующей займаной посадки Супрун. Людина, не дай Бог, захворюет по онкологии, остальные схваты выносит. Влазят в величезные борги, продают все на свете, чтобы полековаться. А какой-то идиот у Министерства охороны здоровья рассказывает, что не нужно лековать онкологических. Они все равно помрут. Мы требуем отставки этой команды Министерства охороны здоровья антилюдской и доступа украинцев до леков и до медицины. Леки в Украине завышены, поревняно и с сущными краинами, в 5-10 разов. Мы предлагаем запровадить довичное увязнение за продаж фальсификованных леков. Теперь нардепам остается надеяться, что их услышат в Кабмине. После своих выступлений парламентарии вернулись к двухнедельной рутине законопроекту об антикоррупционном суде. Вчера остановились на 1657 поправки. Осталось порядка 300. Правда, в сути документа ни одно из замечаний не изменило. Цими поправками могли змінити законопроект, але немає політичної воли у большинства в парламенті ці поправки підтримувати. Зробили два суди в одному. Тобто і суд першої інстанції, і суд апеляційної інстанції буде в складі одного суду. Це протирічить логіці здоровому глузду, правові традиції. Там різні керівники, різні бюджети, різні приміщення. Це нонсенс, але в цьому законопроекті є така норма, що суд не створюється, допоки президент не внесе ще один законопроект про створення. Далі треба провести конкурс, далі знайти приміщення, облаштувати. І таким чином ми прогнозуємо, що об'єктивно суд може запрацювати через два, а то й три роки. Що робити в ці три роки? Я вважаю, що це тільки окуземилювання заради грошей МВФ. Погано те, що ставиться в залежність, є такий ультиматум – прийміть суд, підніміть тарифи, тоді ми надамо грошей. Наш реальний сектор економіки повинен сам заробляти гроші, підприємства повинні працювати, тоді не буде такого диктату, не буде такої залежності. Те, що так займають позицію західні партнери України і висловлює її МВФ – це свідчення колосального рівня недовіри до керівництва держави з боку західних партнерів. Вони не вірять, що є політична воля для боротьби з корупцією. А якщо її немає, то жоден суд не виправить ситуацію. Суди – це інструмент. Западні партнери продовжують настаївати на решаючій ролі міжнародних експертів при відборі кандидатів в суді. Сьогодні цей пункт законопроект не розглядали, да і окончательні формулировки норми до сих пор немає. Зараз ключове питання йде про те, якої кількості буде долатися це вето. Тобто двома третіми, трьома четвертими, 16 людей, 18 людей. Тобто чиста математика, ніхто взагалі не говорить про інші речі, про що буде цей суд розглядати. Хто може стати суддею цього антикорупційного суду? Як зробити так, щоб цей суд був фінансово незалежним? У нас вища кваліфікаційна комісія – це 16 членів. Міжнародна рада експертів – 7 згідно з законопроектом. Разом, якщо ми порахуємо, 23. Якщо ми візьмемо дві третини, це вийде 15 там з чимось. Тобто якщо захоче подолати вето ця велика інституція, то достатньо голосів виключно вищої кваліфікаційної комісії. Тобто Міжнародна рада експертів своїм вето взагалі нічого не відіграє в цьому спільному засіданні, бо без їх голосів можна це вето подолати. Я не виключаю, що буде певне скорочення в кількості експертів для того, щоб забезпечити принцип голосування двома третинами, але обов'язково в цих двох третинах буде велика кількість міжнародних експертів, без думки яких кандидат, який подав свою кандидатуру на посаду судді антикорупційного суду, далі в наступний тур не пройде. Я так дивлюся, буде додаткова мотивація президента, можливо, комусь він не зателефонує, хто не буде голосувати, можливо, когось переконує. Нам залишається небагато, там буквально 55-60 правок на завтрашній день, і тому завтра, колеги, я закликаю всіх до максимальної мобілізації, завтра буде голосування до обіду за вищий антикорупційний суд. Завтра в 10 намечено голосування, і також запланировано, що в парламент к депутатам приєдет президент. Екатерина Лысенко, Аксения Провиненко, Владимир Самченко, Максим Чеблин. Подробності – телеканал «Интер». Немедліть с прийнятием законопроекта о созданні антикорупційного суда сьогодні снова призвал нардепов президент Петр Порошенко. Глава государства заявив, що создання суда є одним із решаючих шагів України в боротьбі з коррупцією. Щоб вже в 2018 році антикорупційний суд запрацював і завершив створення за моєю ініціативою ефективної антикорупційної інфраструктури, включно з Національним антикорупційним бюро, спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, національним агентством запобігання коррупції, запровадження електронних декларацій і низку інших закладів, які є безпрецедентними, не мають аналогів світу, але демонструють нашу абсолютно рішучість в процесі боротьби з коррупцією. Создається антикорупційний суд немедленно призвал накануне Україну і госдеп США. Там намекнули, що без цього денег МВФ в країні не видать. Дмитрий Анопченко вяснюв, що стоїть за цим заявлением, і висловив всі мнення. На брифінгах прес-секретарю госдепа Хизер Нойерд приходиться оперативно отвечати на вопросы журналистів, зачастую используючи зарані заготовлені справки, але іноді просто імпровизує. І ці слова розходяться по каналам інформагентств. Але буває, що за її подписью на сайті госдепа розміщають офіційний текст, такий, як цей. В цих случаях, пояснили нам дипломати, це вовсе не Нойерд говорит. Це виверенна і согласованна з іншими відомствами позиція США. Государський департамент таким образом виражає своє недовольство, чи формулирує пожелання і рекомендації, але тут принято передавати цей меседж, оформляє його як заявлення не першого руководителя, а публичного лиця госдепа – його пресекретаря. І вот зараз подобне заявлення за подписью Хизер Нойерд посвящено ситуации з созданням в Україні антикоррупціонного суда, которое в госдепі называють самым важним і безотлагательним шагом, который може підприняти Україна в боротьбі з коррупцією. В заявлении говориться, США хочуть, щоб було ясно. Закон, в соответствии с которым создадуть суд, должен удовлетворять Международний валютний фонд. МВФ настаиває, що судді должен отбирати Совет Международних експертов. І офіціальний Вашингтон розділяє тут позицію. Істочники в дипломатических кругах, комментируя це заявлення, сказали нам, формулирує именно так, госдеп посылає Києву чіткий сигнал. В Штатах однозначно підтримують і хотіли б видіти в финальному тексте закона нормы о независимости суда і о важності ролі Общественного Совета Международних експертов. І цей Совет може не просто рекомендації давати, а іметь рішаючий голос. І це то, на чому в Вашингтоні настаивають. При цьому, без принятия упомянутої ще нескольких норм, МВФ не согласиться разблокувати дальніше кредитування страни. В неофициальних разговорах чиновники фонда поясняють, їх требування действительно є принципиальним. Однак, для того, щоб разблокувати фінансування, МВФ вовсе не буде ждати фактического создання антикоррупціонного суда. Фонд устроит, если в финальной версії закона Будут проголосованы все те правки, все те предложения, На которых они настаивали все то, что они предлагали. І тогда, несмотря на наличие определенных разногласий По тарифным вопросам, Выделение нового транша станет реальностью. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. А пока антикорсу да нет, хроника чиновничьих хищений каждый день пополняется новыми фактами. Крупную сумму изъяли у руководства фискальной службы Житомирской области. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил генпрокурор Юрий Луценко. Он поделился фотографией с места событий. На снимке пол буквально услан купюрами номиналом 100, 200 и 500 гривен. Правда, сумму и подробности этой операции прокуратура не разглашает. Скандал во Львовской области. Местные жители перекрыли международную трассу из-за сельского головы. Его якобы оклеветали работники военной прокуратуры. А вот правоохранители говорят, что председатель сельсовета взяточник. И намерены доказать это в суде. Во всем разбиралась наш корреспондент Галина Якушко. Две с половиной тысячи долларов сельский голова Сапошина требовал от участника АТО из Львова. За эти деньги обещал выделить полторы сотки земли под огород. Хотя по закону участок должны выделять бесплатно. Всю сумму председатель сельсовета получил во время обеденного перерыва прямо во дворе сельсовета. Утверждают сотрудники военной прокуратуры. Там они его и задержали. В сельсовете все отрицают. Говорят, землю атошникам выделяют регулярно и абсолютно бесплатно. В этом году раздали 12 участков. Ветерана, который дал взятку, называют провокатором. Когда местные жители узнали о задержании, решили поддержать сельского голову. Они целый час ходили по пешеходному переходу на международной трассе Львов-Роворусская, перекрыв движение по ней. Мы не дам вам чешного голову сельсовета нашего подставить. Мы не дам вам. Вы понимаете? Так, как он спрочувал за два года, у нас головы сельсовета нашей головы не было. Он сюда, кругом. Селяне говорят, Михаила Яха подставили. Дескать, его хотят снять с должности. Правда, кто и почему не уточняет и заявляют. С работой тот справлялся. Отремонтировал дорогу, построил детскую площадку и даже лично косил траву. Впрочем, такая активность селян, военных прокуроров не впечатлила. Сегодня они подали ходатайство избрать меру пресечения Михаила Яхи в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Галина Якушкина, Юрий Голубенко. Подробности телеганал Интер-Львовская область. Отмена депутатской неприкосновенности Конституционный суд Украины признал законной. Решение было принято сегодня на закрытом заседании. Полный текст постановления опубликуют уже завтра. Напомню, законопроект был внесен группой из 158 народных депутатов. Теперь дело за Верховной Радой. Количество обстрелов на Донбассе уменьшилось. Из-за сегодня боевики открывали огонь 7 раз. В основном на Донецком и Мариупольском направлениях. Противник по-прежнему использует оружие запрещенных калибров. Украинским армейцам приходится стрелять в ответ. Подробнее о ситуации на передовой расскажет Геннадий Вивденко. Пару часов тишины в районе поселка Зайцево, возле оккупированной Горловки, после утреннего обстрела. Обстановка здесь под Горловкой, как говорят военные, стабильно напряженная. Враг простреливает одиночными выстрелами, однако немного паутих. Здесь в траншеях можно передвигаться только очень низко пригнувшись. По данным нашей разведки, к оккупантам прибыли высокопрофессиональные снайперы из России. В полдень на окраине Зайцево начинается стрелковый бой с применением гранатометов со стороны противника. Бойцы 24-й механизированной бригады имени короля Данила Галецкого считают, что это тишина по сравнению с тяжелыми боями неделю назад. Наши бойцы шутят. Российские оккупанты немного угомонились по указке из Москвы. Да, я думаю, что чуть-чуть все, что футбол у них начинается, вот сейчас чемпионат света в России. И я думаю, что вот реально, что-то в том и есть, чуть-чуть капельки правды. Что может идти хища. Ну, что-то такое. Ну, что-то такое. Стремительно ухудшается. Об этом сообщил адвокат Ольга Динзе. 14 мая режиссер объявил голодовку. Требует выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Накануне Сенцов написал письмо лидерам Большой Семерки, в котором попросил ходатайствовать не только о нем, но и о других украинцах. Поддержку Сенцова по всему миру прокатилась волна акций. Некоторые в знак солидарности тоже отказываются от еды. Но Олег просит людей не голодать, а использовать другие возможности, которых у него самого нет. Об этом сообщил его адвокат. Состояние здоровья Сенцова в настоящее время оставляет желать лучшего. Его специально увозили в гражданскую больницу, что, кстати, большая редкость в колониях. Его обследовали. Состояние здоровья ухудшается через голодовку. Если будет ухудшаться его состояние здоровья, скорее всего, врачами будет принято решение о его принудительном кормлении. Поскольку они не могут позволить ему умереть в колонии. Создать специальные силы для сдерживания российской агрессии предлагают США своим европейским партнерам по НАТО. По данным агентства Reuters, завтра в Брюсселе глава Пентагона представит план 4 по 30. Он предусматривает увеличение войск Альянса в Европе до 30 сухопутных батальонов, 30 эскадриль и истребителей и 30 кораблей. Напомню, после российской агрессии в 2014 в НАТО уже создали силы быстрого реагирования и направили 4 батальона в Польшу и страны Балтии. Наск комиссией регулирования электроэнергетики новый руководитель. Это Оксана Кривенко. Ее избрали голосованием члена комиссии. Новая глава НКРЕ уже сообщила, что общая стратегия регулятора не изменится. Курсные реформы продолжатся. Планируют искать баланс между инвесторами и потребителем и поставщиком услуг. А также работать над созданием полноценных рыв рынков электроэнергии и газа. Цены на электричество в ближайшее время обещают не поднимать. В короткостерковой перспективе Тивия на сегодня такие вопросы критично не стоит. Потому что принимать такие решения, не разобраться до сута, до глубины, это не очень правильно. Поэтому мы будем работать, анализовать. Уже есть несколько приоритетов в работе. Первое, это разблокировать вопросы лицензирования. Потому что у нас на сегодня уже близко 100 лицензий, заяв на отримание лицензии есть. По-друге, запустить все-таки процесс подтверждения инвестиционных программ. Дело о рейдерском захвате предприятия в Новой Каховке сегодня вышло на новый уровень абсурда. Судьях у суда Херсона Наталья Задорожная, которая 25 мая постановила разблокировать предприятие по производству сои и дать возможность нормально работать, сегодня его же и отменила. Как одна и та же судья по одному этому же делу принимает абсолютно противоположное решение, пытались понять наши корреспонденты. Судебное слушание по делу о захваченном предприятии в Новой Каховке начались с абсурда еще два дня назад. Тогда должны были рассматривать жалобу рейдеров на решение судьи Натальи Задорожной. Она, напомню, постановила, так называемые новые хозяева обязаны освободить завод и дать возможность нормально работать. В понедельник заседание постоянно срывалось. Сначала в помещениях пропал свет, потом здание оказалось заминированным. И каждый раз судья объявляла перерыв, удалялась в кабинет и за закрытыми дверями о чем-то совещалась с председателем. В итоге представители компании Каховка Протеин Агра потребовали отвод Задорожной. Сегодня стало ясно, рассматривать дело и дальше будет та же судья. Заяву позывача про відвит судей Задорожной залишено без задоволения. Адвокаты, представляющие интересы завода, с этим категорически не согласны. И требуют назначить коллегию судей в составе трех человек. Судья Задорожная отказывает. Суд в протокольном порядке, відкритая глупотання позывача. Представители фирмы, которая незаконно зашла на предприятие, тоже в зале. Пытаются объяснить, что завод – их собственность. Но выглядит это не очень убедительно. О том, что это абсолютно не так, заявляет третья сторона в этом хозяйственном споре. Представители Миста Банка рассказывают, как происходил захват. Цей менеджер комплекс является владельцем Миста Банка. Правовый способ был передан его в оренду позывачу по справе. Отповідачі зайшли в зимку на предприятие. С следствием и группой 100 человек штатных работников, у которых единая штатная функция – прибирание снега. И, в принципе, до сегодняшнего дня они прибирают снег. Объем там великий. Выслушав стороны, судья под усиленной охраной, как и два дня назад, удаляется на совещание. Через полчаса раздумий неожиданно оглашает вердикт – удовлетворить жалобу фирмы банкрота, которая положила глаз на прибыльное предприятие. За рахуванням викладанних обставин та наданних доказів клопотання відповідача про скасування заходів забезпечення позову підлягає задоволенню. Таким образом, судья Задорожная отменила своє же решення 25 мая, когда постановила разблокировать предприятие. Адвокаты компании «Каховка Протеин Агро» объясняют это давлением на суд. В основу сегодняшнего незаконного определения суда об отмене обеспечительных мер, которые позволяли работникам присутствовать на своих рабочих местах и выполнять свои должностные обязанности на заводе, легло постановление следователя Генеральной прокуратуры о передаче завода на хранение рейдером. Я вам хочу напомнить, что такое же аналогичное постановление следователя было отменено судом города Киева. Однако это не помешало следователю вносить такие постановления вновь. Представители компании «Каховка Протеин Агро» заявляют, сегодняшнее решение оставило без работы более сотни сотрудников, а бюджет страны без налоговых поступлений. Впрочем, сдаваться собственники не намерены. Впереди новые судебные тяжбы. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интер Херсон. Жесткая оптимизация в городе Покровне Пропетровской области могут закрыть сразу две школы. Чиновники говорят, в бюджете нет денег на их содержание. Категорически против такой реформы родители. Они вышли на протест. Все подробности в материале Елены Миндалюк. Мы думаем, что если мы сельская школа, значит мы дебилы. Мы заинтересованы в наших детей. Так жители Покрова отстаивают единственный на весь микрорайон школу. В этом году она отметила бы юбилей 50 лет, но не судьба. Во время последнего звонка родителям и учителям сообщили, учебные заведения закрывают. Заступник міського главы сказала, что не способны поддерживать наши школы, две маленькие. И поэтому такая вот реорганизация, закрытие, оптимизация. У нас уже нет ничего. Клуба нет, детсадка нет, ничего нет. Ничего нет. Если еще не станет школой, если ее закрыть, то это будет все для нашего микрорайона. Родители возмущения не скрывают, не поймут, зачем закрывать школу, если наполнение почти стопроцентное. Здесь учится 143 ребенка, еще 17 занимаются в кружках. Дети получают знания на достойном уровне, принимают участие в олимпиадах и занимают призовые места. Родители вызвали чиновников. Те говорят, содержание школы обходится бюджету слишком дорого. В качестве альтернативы чиновники предлагают места в других школах Покрова. Но ехать туда около 6 километров. Обещают, что детей будут возить. А в этом помещении хотят открыть развивающие крышки. Взрослых это не устраивает. Детки разного возраста. У одних уроки заканчиваются в час дня, у вторых в четыре. Вот эти вот детки, которые закончатся урок в час дня, они должны ждать четырех вечера, пока закончатся уставших уроки. Где они должны под школой тыняться, где они куда должны ходить. Под оптимизацию попадает и Чертамлынская школа. Там учатся более ста детей. Их также планируют привезти ближе к центру города. У нас каждая школа может принять минимум 300 человек. Каждая школа? Каждая школа. Недобир в школу. Окончательное решение о закрытии Александровской и Чертамлынской школ должны принять депутаты горсовета на сессии 22 июня. Родители намерены отстаивать учебное заведение и готовы выходить на митинги. Елена Медалюк, Евгений Конецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепропетровская область. И еще о бедном Минздраве. Ведомство просит международное сообщество предоставить Украине сыворотку от ботулизма в качестве гуманитарной помощи. Такое решение было принято в связи с ожиданием сезонной вспушки болезни. Глава ведомства Оляна Супрун уже направила письмо международным организациям, при этом каким именно не указано. Еврокомиссия ввела 25% пошлины на товары США в ответ на повышение налога на поставки стали и алюминия из ЕС. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии. В списке несколько сотен позиций. Среди них сельхоз и металлургическая продукция, одежда, косметика и продовольствие. Общая сумма дополнительных сборов 2 миллиарда 8 миллионов евро. Чтобы компенсировать потери от американских пошлин, ЕС будет постепенно вводить сборы на американские поставки еще в течение трех лет. Напомню, с 1 июня США ввели 10% пошлины на стали и 25% на алюминии из ЕС Канады и Мексики. Привет Берлину! Правительство Баварии утвердило свой собственный миграционный план. Что теперь ждет беженцев, которые попросят убежище в миграционных ведомствах этого региона, знает Татьяна Лугунова. Баварцы никогда не скрывали своего недовольства миграционной политикой Ангелы Меркели. Постоянно призывали канцлера ужесточить правила, закрыть границы и ввести квоту на прием беженцев. А сейчас вообще разработали свой собственный баварский миграционный план. Правительство Земли хочет открыть несколько центров. В них будут размещать всех просителей убежища и рассматривать их ходатайства по ускоренной процедуре. Тех, у кого есть шансы получить убежище, расселять по коммунам. Остальных сразу же депортировать, причем использовать для этого чартерные рейсы. Чартерные рейсы имеют сразу несколько преимуществ. Во-первых, высылка происходит быстрее. Во-вторых, ее проще организовать, чем на обычных пассажирских рейсах. Ведь часто, как сообщает полиция, во время депортации происходят эксцессы. А еще просителям убежища теперь больше не будут выдавать наличные деньги. Только специальные карты, с помощью которых можно будет получить товары первой необходимости, продукты питания и одежду. Каждый, кто ждет решения своего вопроса, конечно, имеет право на нормальные условия жизни. И мы их гарантируем. Но путем предоставления услуг, а не выплатой наличных денег, которые, как показывает практика, часто переводят за пределы Германии. Баварский план уже раскритиковали многие немецкие политики, как опасный прецедент. Дескать, что начнется, если пример окажется заразителен. И каждая земля Германии начнет вводить свои собственные правила. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Последний оплот консерватизма. Северная Ирландия оказалась в центре внимания британского парламента. Это единственная часть королевства, где за аборты женщинам грозит тюрьма. Как Лондон собирается решить эту проблему, выясняла наш британский корреспондент Светлана Чернецкая. Слезы радости и массовые празднования. Так в Ирландии восприняли новость об отмене запрета на аборты. Чуть больше недели назад в стране провели референдум, и люди высказались. Решение о прерывании беременности должна принимать женщина. А вот Северная Ирландия пока остается в прошлом. Здесь по-прежнему действуют очень жесткие законы относительно абортов. Женщинам грозит до 12 лет за решеткой за прерывание беременности. Чтобы избежать наказания, многие едут в соседние Англию, Шотландию или Уэльс, где аборты разрешены и даже оплачиваются государством. Как и в остальных регионах Соединенного Королевства, местные власти Северной Ирландии наделены большими полномочиями. Но поскольку там не спешат с вопросом декриминализации абортов, в ситуацию решил вмешаться британский парламент. Здесь срочно созвали дебаты по обсуждению морально устаревшего закона. Своей историей с коллегами поделилась депутат Хэйди Аллен. Она не скрывает, что когда-то решилась на прерывание беременности. Когда я забеременела, то была очень больной. Не могла контролировать свое тело. Не то, что заботиться о новой жизни. И вы говорите, что в цивилизованном мире инцест, изнасилование и смертельная болезнь плода – недостаточное основание для женщин, чтобы самой решать? Нет, хватит. В Северной Ирландии едва ли не самые консервативные власти. Среди жителей много протестантов и католиков. И поднимать этот вопрос невыгодно ни одной из местных партий. Мы верим, что законы Северной Ирландии должны защищать права и матерей и нерожденных детей. И принятие решения по этому важному вопросу на уровне британского парламента будет иметь ужасные последствия для Северной Ирландии. Мы должны сами провести дебаты вместе с политическими партиями и гражданским обществом. Пока в британском парламенте решили подождать и дать возможность Северной Ирландии самой решить вопрос. Но если дело затянется, не исключено, что закон примут на уровне государства, и тогда региону придется подчиниться. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности – британское бюро телеканала «Интер». Какое отношение к ссоре Макрона с Трампом имеют сосиски? Кого из украинцев проведал Шварценеггер? И как американские военные проворонили собственный броневик? Об этом и не только в нашем обзоре. Эммануэль Макрон сравнил телефонный разговор с Дональдом Трампом с содержимым сосисок. Лучше не объяснять, что внутри. Макрон процитировал прусского государственного деятеля. Как говорил Бисмарк, если бы мы объяснили людям, как производятся сосиски, вряд ли они продолжали бы их есть. Глава Франции дал понять, что телефонный разговор был неприятным, а Дональд Трамп назвал его ужасным. Китайский авиаперевозчик Air China возобновляет перелеты между Пекином и Пхеньяном. Рейсы прекратили в ноябре прошлого года из-за ядерных испытаний КНДР. Теперь же самолеты будут летать трижды в неделю. В авиакомпании возобновления перелетов связывают с ростом популярности этого маршрута. Дипломатические отношения Китая и Северной Кореи улучшились после встречи лидеров стран в марте. Французского альпиниста Алана Робера во время подъема на небоскреб в южнокорейской столице Сеуле арестовала полиция. За два часа он успел без страховки преодолеть 75 из 123 этажей высотки. После этого местные правоохранители опустили французского спайдермена вниз. Своим восхождением Алан Робер решил отметить улучшение отношений между двумя кореями. А на этом видео гватемальские спасатели выносят из поврежденного вулканом Фуэго дома маленькую девочку. Ролик опубликовала национальная полиция страны. Ребенок и его семья в больнице. Их жизни ничего не угрожает. Вулкан Фуэго извергается уже 4 дня. За это время погибли не менее 75 человек. Около 200 считаются пропавшими без вести. Американский солдат угнал бронетранспортер с базы национальной гвардии США в штате Вирджиния. Мужчина проехал на нем около 100 километров. На скорости 65 километров в час. Полиция догнала и арестовала нарушителя. Угонщик был без оружия. Что заставило его украсть бронетранспортер пока неизвестно. Арнольд Шварценеггер проведал украинского боксера Василия Ломаченко в больнице Лос-Анджелеса. Там спортсмен восстанавливается после травмы. Железный Арни пришел поздравить его с победой в последнем бою и пожелать скорейшего выздоровления. 12 мая Ломаченко обыграл венесуэльца Хорхе Линареса, но повредил плечо и ему сделали артроскопическую операцию. «Моя любовь» книгу под таким названием презентовал сегодня Марк Гресс. Это книга о любви и революции. Писать ее автор начал спустя год после событий на Майдане. Говорит, идея возникла случайно, когда обнаружил, что вся история революции достоинства отражена в его переписке с друзьями и близкими. Несмотря на серьезность сюжета, Марк Гресс уверяет, юмора в книге тоже достаточно. Через всю книгу проходит любовная линия «Любовь, любовь, революция, путешествие в Таиланд». Роман очень смешной. Конечно, там все время происходят эти грани, где от смерти отделяют абсолютнейшие случайности. На мой взгляд, Бог ему дал дарование писать. Он замечательный художник с очень интересным образным мышлением. Сегодня в Украине День журналистов. По случаю праздника президент Украины уже традиционно награждал лучших в нашей профессии. Среди них двое сотрудников подробностей. Орденом за заслуги третьей степени глава государства наградил Елену Зорину, нашего специального корреспондента и старшего телеоператора Андрея Романа. Петр Порошенко отметил их высокий профессионализм и вклад в развитие отечественной журналистики. Я поздравляю с праздником моих коллег и всех украинских журналистов. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности ей, а в прямом эфире увидимся уже завтра. И желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!